Анализ дорожно-транспортных происшествий свидетельствует, что тяжелые последствия отмечаются больше всего в ситуациях, когда пассажиры не используют средства пассивной безопасности, такие как ремни безопасности детские удерживающие устройства. Нередко в ДТП страдают самые маленькие пассажиры. В мерах профилактики сотрудники ГИБДД и их юные помощники регулярно напоминают водителям о правилах перевозки детей. Юидовцы совместно с сотрудниками госавтоинспекции на улицах города побеседовали с водителями. Школьники вместе с полицейскими напомнили автомобилистам о неукоснительном соблюдении требований правил дорожного движения, в том числе о регламентирующих перевозку детей в салоне автомобилей. Взрослых попросили позаботиться о безопасности перевозимых ими юных пассажиров. Развитие внешней параметры каждого ребенка индивидуальны, поэтому покупка детского удерживающего устройства должна осуществляться с учетом всех параметров роста и веса. Законодательство допускает использование штатных ремней безопасности при перевозке юных пассажиров данной возрастной группы на заднем сидении автомобиля. Также следует помнить о том, что детское удерживающее устройство должно соответствовать росту и весу юного пассажира. Юидовцы вместе с инспекторами объяснили автомобилистам, что использование удерживающих устройств при перевозке детей, даже в тех случаях, когда правила допускают применение штатных ремней безопасности, обеспечивают большую безопасность для юных пассажиров. С начала 2021 года на территории Ленинска-Кузнецкого произошло два ДТП с участием детей. В первом случае ребенок находился в детском удерживающем устройстве, что помогло избежать серьезных травм. А во втором ДТП ребенка перевозили с нарушением. В результате девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. Анна Шуркова, Селебухов, Ленинск ТВ